Слушайте, кто только не претендует на деньги пенсионного фонда. И правительство Медведева, и Внешэкономбанк, и Чубайс с Грефом. Даже руководители национального достояния корпорации «Газпром» жалом водят около тех дверей. Теперь вот выясняется, что еще и какие-то пенсионеры на то бабло, каравай поедатели свои разину, и стоп, а эти-то вообще при чем? Начинаем. Ну и теперь серьезно. Хочу с вами поделиться одной мыслью. Она ужасна и в то же время заставляет пораскинуть мозгами. Скажу честно, мысль не моя, а принадлежит одному из моих зрителей и так. А кто-нибудь задумывался вот о какой штуке. Помните 90-е? Страна разваливалась и летела в тартар. Все трещало по швам. Уверенности в завтрашнем дне не было никакой от слова вообще. Внешний долг был каким-то нереальным. Внутри царил хаос. Люди жили сказать бедно, это не сказать ничего. Они нищенствовали. Ни работы, ни денег, ни перспектив. Даже ощущение того, что это когда-нибудь закончится у народа не было. И тем не менее, в такой непростой ситуации у людей не отобрали пенсии. Им их платили те самые монстры, о которых сегодня принято говорить только с крепким словцом. Ельцин, Березовский, Гайдар. Повторюсь, даже в 90-е у людей не стали отбирать последнее. А потом мы 18 лет вставали с колен и до вставались. Дырища в бюджете такая образовалась, что уже и мало имущих трясти начали. Как там на минувшей неделе предложил спикер Госдумы Володин заменить государственную пенсию пособиями по нуждаемости? Вау! А я круче название придумал. Подачка для нищебродов. И выдавать эту подачку нищебродам можно будет даже не деньгами, а, например, объедками из думской столовой. А еще можно начать вручать старикам талоны, дающие право покопаться в мусорных контейнерах. Как вариант. И у каждого контейнера, чтобы наряд полиции. Ну, чтобы не все подряд-то копались. Есть талоны, милости просим. Нет штраф в пару сотен тысяч рублей, а че? Впрочем, дальше Володина пошел его коллега из Совета Федерации. Некто Калашников и такое выдал. Пенсии ляпнул член, ну, в смысле, софеда, являются своеобразным бонусом от государства, который выплачивается гражданам при достижении определенного возраста. О, как. Серьезно? Правда-правда? Кто-нибудь, объясните этому умнику, что бонус тот, работающий человек, перечисляет себе на счет сам в течение всей жизни из собственного заработка. И никакого отношения к этому бонусу ни государство, ни Государственная Дума, ни тем более Совет Федерации не имеют. Чиновникам просто дали эти деньги на временное хранение и даже не под проценты, мол, вы их сберегите пока, мы потом заберем. А они, вишь, решили, что раз денюжка народная, значит ничья. Господа, а не кажется ли вам, что таким макаром нам скоро и зарплату предложат отменить? А чего? Деньги ведь это зло, а работа в нашей стране давно стала привилегией. Пусть терпилы радуются, что им в принципе работать позволяют. Ага, а Киселев и Соловьев какие-нибудь расскажут за тем всем нам, что работа без зарплаты это даже хорошо. Потому что патриотично, значит ты родину любишь. По-настоящему ладно. Это реальная журналистика, маразм крепчает, терпилы терпят. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Кстати, не все пенсионеры в Великой и Могучей живут бедно. Как показывает практика в Краснодарово, снова приглашаю. Есть там такое общественное движение, однажды ударенных по голове. Много раз, и то есть, что я говорю-то. Эти старички и старушки называют себя отрядами Путина. В простонародье их давно окрестили бешеными бабками. Но в отрядах тех в основном женский контингент. Потому что, а мне кажется, что это просто душевно больные граждане. Недавно тут фильм один смотрел. Американский «Обитель проклятых». Называется «Сценарий» вкратце. Там психушка была. И вот однажды психи захватили в той психушке власти врачей под замок. Долгое время никто извне не догадывался, что правят Табал в том учреждении. Самые настоящие ненормальные. Вот и с этими бабками, подозреваю, схожая история. Видимо, тоже власть захватили в каком-нибудь кубанском доме печали. Ну да, я же о другом говорил. О том, что денег у этих гражданок, как у шизиков, фантиков. А вот и пример, пожалуйста. Ну что я могу сказать? У богатых свои причуды. Им ясен перец. И пенсия никакая не нужна. И пособие по нуждаемости от Володина. У них вон все хорошо. Я, правда, только лозунга не понял. Вот этого мы за рубли. А чего ж старушкам-то не сообщили, что богатства российские, природные, в том числе и нефть, газ, за вот эти вот зеленые бумажки на мировых рынках торгуются? За рубли их даже наше правительство продавать не стремится. Хотя, зачем я это спросил? Вся страна против, а вы нам что-то там рассказываете. Такие сказки, какие-то были. Мы это не знаем. Я вам говорю о том, что в конце сентября, в конце сентября, закон рассматривается во втором чтении. Потому что народ сейчас, он никого не нужен, посадишь на народу, и никого не нужен. Вот скажите, сколько у вас зарплата? Моя зарплата, как депутат государства, составляет 320 тысяч рублей. Вот, 320 тысяч. Теперь к проблемам простых смертных по традиции. Такими вот историями на прошлой неделе весь Рунет был забит, как это ни печально. В Благовещенске на улицу по суду выкидывают мать троих детей из собственной квартиры, которую 9 лет назад купили ее родители. Сейчас вдруг выяснилось, что в момент заключения сделки юристы что-то там напортачили. Короче, мамашу с вещами на выход, детишек в приют с поэтичным названием «Мечта». Не остановило правосудие даже то обстоятельство, что детки совсем еще маленькие. Впрочем, чего я опять глупости-то говорю. В Челябинской области судьи еще более человечное решение вынесли. В поселке Дубровка Фемида обязала маленьких детей погасить ипотечный долг умершей матери. Там три мальчишки остались несовершеннолетние. Маму они потеряли три года назад, а при жизни женщина успела купить двухкомнатную квартиру в ипотеку, как я уже сказал, умерла. И вот теперь пацанам придется каким-то образом вместо нее банку долг отдавать. Но суд же решил. Правда, каким образом они будут деньги зарабатывать, я не знаю. Хотя, можно, например, для таких случаев процедуру попрошайничества узаконить. Нехай сидят по переходам. Чем в школе, что ли, учиться? Главное, чтобы банкир не обеднел. Кстати, самое смешное. Тему эту челябинские коллеги нарыли из ГТРК Южный Урал. Но как только она стала резонансной, сюжет с сайта телекомпании, да и с Ютьюба странным образом исчез и весело живется в России, весело. Но есть ведь и другие сюжеты, похожие. Нам некуда идти, пожалуйста, помогите нам. Куда мне идти, куда? Первый на отчаянный плач Гузель бежит ее трехлетняя дочка. Трошу, что я не понимаю, что я сейчас творить. Отвориться в этом доме почти невозможно. Ильнара, Дарину, Данила и их родственников выгоняют на улицу. Я живу здесь уже 9 лет и не хочу, чтобы нас в дом отбирали. Но желание детей здесь явно никого не интересует. У судебных приставов на руках решение суда и самые твердые намерения. И даже прибывшие врачи скорой помощи, которые приняли решение о госпитализации хозяина дома, не останавливают приставов исполнителей. Скажите, кого требования зачитают? Восьми утром! Я этот материал показал вам к тому, чтобы продемонстрировать, рассказанное мною выше для России уже норма. Дети не дети, плевать. Наши правосудия я бы уже давно переименовал. Оттуда приставку права можно убрать. В принципе, она все равно погода не делает. Судьи или судилище, коротко и ясно. К слову, сюжет из Уфы, фрагмент которого вы только что посмотрели, был снят, никогда не догадаетесь, в какой день, 7 июня текущего года. В тот день еще президент народу в эфире рассказывал о перспективах прекрасного и светлого будущего. Вот вам наглядный пример. Зато к началу учебного года Россия передаст Сирии 50 тысяч школьных портфелей со школьными принадлежностями, тетрадками, канцелярией. Чтобы тамошние детки могли учиться по-человечески, может, еще чем добьют, учебниками, формой, я не знаю. Здорово. Могу только порадоваться нашей доброте. Это ж у нас. В стране родителям нередко приходится залезать в кредиты, чтобы ребенка в школу собрать. А сирийским ребятам необходимо помогать. Ладно. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть над чем подумать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. В черном ящике госпожа Голубева лежит то, что по оригинальной концепции позитивной семейной психотерапии вызывает способность порождать иллюзию защищенности, основанную на чувстве внутреннего тепла. И облегчает принятие собственной личности через ослабление, торможение и тревоги, что само по себе является следствием рефлеминга одного из приемов работы с клиентами, который описывает и интерпретирует. Отрицательный качество как положительный, отвечает госпожа Голубева, ни с кем не перемигиваясь. Что в черном ящике? Я полагаю, что все-таки это кольцо, которое у некоторых вызывает ощущение ложной защищенности, скажем так. Через торможение и тревоги, да? Да. Некоторым кажется, что семья – это их крепость. Внимание, правильный ответ. Там просто бутылка. Посмотрим. Вот она. Бутылка водки. Бутылка водки.